Всем здравствуйте! Марк Варшавер рассказал, как сейчас чувствует себя супруг Инны Чуриковой. Накануне он был доставлен в больницу с инсультом. На минувшей неделе стало известно о госпитализации 88-летнего Глеба Панфилова. Мужа Инны Чуриковой срочно доставили в ней Склифосовского с геморрагическим инсультом и пневмонией. Сегодня директор театра Марк Варшавер в интервью журналистам заявил, что состояние режиссера улучшилось. По крайней мере, он уже узнает близких и может коммуницировать. Это радостное событие на фоне того, что было первоначально. Есть данные, что наш замечательный режиссер Глеб Анатольевич Панфилов сейчас узнает сына, который находится рядом с ним, подает знаки, которые говорят о его дальнейшем выздоровлении. Также в это очень верят и врачи, которые его лечат, отметил Марк Борисович. Отметим, что Глеб Анатольевич очень тяжело переживал уход из жизни супруги, которая отошла в лучший мир в начале этого года. Даже спустя несколько месяцев он не мог прийти в себя и постоянно говорил о ней. По сведениям знакомых с ситуацией источников, режиссер перестал принимать назначенные ему лекарства, в результате чего произошло кровоизлияние в желудочке мозга. Давление могло повыситься на фоне стресса после потери жены. Лекарства он не принимал, скорее всего. Решил, что ему достаточно уже жить и бросил лечиться, высказался врач Юрий Серебрянский. Глеб Панфилов является обладателем премий, а также лауреатом многочисленных международных кинофестивалей. Он прославился благодаря таким картинам, как Иван Денисович. Начало, в огне брода нет, прошу слова и так далее. Редакция желает Глебу Анатольевичу скорейшего выздоровления. А у нас на этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, всем пока-пока.